Легкоатлет Илья Ремхе завоевал бронзу первенства России по семиборью. Таких успехов в этом виде спорта копичане не добивались давно. Но и Илье третье место досталось не сразу. Молодой человек усердно шел к результату несколько лет. Чуть-чуть не хватало ему везения в предыдущих годах. Он был и шестой, и десятый. Были травмы у него. Сейчас этот период прошел. И на этом чемпионате он удачно выступил. Он очень добросовестный человек. Очень воспитанный и целеустремленный. Вот эти качества, я думаю, помогут ему и в дальнейшем. Ехал на первенство России Илья с твердым желанием попасть на педестал. На гоборе зимнего сезона включает в себя семь дисциплин. Разнообразие видов – это основная сложность, так как спортсмен должен быть хорошо подготовлен по всем направлениям. Легкоатлет может в одном из них уступить, в другом напротив вырваться в отрыв и даже побить свой рекорд. Так и получилось у Ильи. Дистанции в 60 тысячи метров копичанин пробежал быстрее, чем обычно. Но не все виды удалось выполнить так хорошо. Мне немного не хватило в некоторых видах, конечно. Я не совсем собой был доволен. Пять видов из семи не совсем получились. Вообще сильнейший вид, я бы так сказал, это высота. Ну, барьеры неплохо получаются. А так нравится еще вот именно три вида – высота, барьеры, шест. Прыгать длину, высоту, толкать ядро, метать копье, диск, бегать на разные дистанции – все эти дисциплины требуют разных физических качеств. Спортсмен, который может одинаково хорошо выступать во всех видах, считается универсальным. К такому результату и стремится наш земляк. У него во всех видах достойные результаты. Да, в отдельных видах, может, у кого-то и лучшие они. Но собрать все в кучу – это уже тяжелее. Поэтому он и многоборец. Высокий результат. Он по кандидату напрыгал в высоту. То есть не только в многоборе кандидат в мастера спорта. А в этом году он прыгнул два метра в высоту. То есть тоже норматив кандидата в мастера спорта. Сейчас Илья начал готовиться к следующему первенству России, которое пройдет уже летом. В отличие от зимнего чемпионата, спортсмены будут соревноваться не в семи видах многоборья, а в десяти.